1 книга царств глава 13 год было по воцарению саула и другой год царствовал над израилем как выбрал саул себе три тысячи из израильтян 2000 были саула в мехмасе и на горе рефильской тысячи же была с и онафаном в гееве вениаминовой а проще народ отпустил он по домам своим и разбила анафан охранный отряд филистимский который был гиме и услышали об этом филистимляне а саул протрубил трубой по всей стране возглашая да услышат евреи когда весь израиль услышал что разбил саула охранный отряд филистимский что израиль взялся ненавистным для филистимлян то народ собрался к саулов галгал и собрались филистимляне на войну против израиля 30 тысяч колесниц и 6 тысяч конец а народа множество как песок на берегу моря и пришли расположились становой мехмасе с восточной стороны бэфавена израильтяне видя что они в опасности потому что народ был стеснен укрывались пещерах и в ущельях и между скалами и в башнях и в орвах а некоторые из евреев переправились за иордан страну гадову и галацкую саул же находился еще в галгале и весь народ бывший с ним находился в страхе и ждал он семь дней до срока назначенного самуилом а самуил не приходил угол гал и стал народ разбегаться от него и сказал саул приведите ко мне что назначено для жертву всесожжения и для жертву мирных и вознес всесожжение но едва кончил он возношение всесожжение вот приходит самуил и вышел саул к нему на встречу чтобы приветствовать его но самаил сказал что ты сделал саул отвечал я видел что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Мехмассе. Тогда подумал я, теперь придут меня филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа. И потому решился принести все сожжение. И сказал Самуил Саулу, худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрощил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. Но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему. И повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом. И стал Самуил и пошел из Галгала в Гиву Вениаминову. Оставшиеся люди пошли за Саулом навстречу неприятельскому ополчению, которое нападало на них, когда они шли из Галгала в Гиву Вениаминову. А Саул пересчитал людей, бывших с ним, до шестисот человек. Саул сыном своим Менофаном и людьми, находившимися при них, засели в гине Вениаминовой и плакали. Филистимляне же стояли в Станово-Мехмасе. И вышли из Станово-Филистимского три отряда для опустошения земли. Один направился по дороге к Корфе в округ Суал, а другой отряд направился по дороге Вифаронской, а третий направился по дороге к границе долины Циваим, к пустыне. Кузнецов не было во всей стране израильской, ибо филистимляне опасались, чтобы евреи не сделали меча или копья. И должны были ходить все израильтяне к филистимлянам оттачивать свои сошники и свои заступы, и свои топоры, и свои кирки. Когда сделается щербина на острие у сошников, и у заступов, и у вил, и у топоров, или нужно рожон поправить. Поэтому во время войны Мехмасской не было ни меча, ни копья у всего народа, бывшего Саулом и Иоаннафаном, а только нашлись они у Саула и Иоаннафана, сына его. И вышел передовой отряд филистимских, переправим их Маской. 1 Царс, глава 14 В один день сказал Иоаннафан, сын Саула, в слуги оруженосцу своему, ступай, перейдем к отряду филистимскому, что на той стороне. А отцу своему не сказал об этом. Саул же находился в окраине Гивы, под гранатовым деревом, что в Мигроне. С ним был около 600 человек народа. Иахия, сын Ахитова, брата Иахаведа, сына Финиеса, сына Ильи, священник Господа в Селоме, носивший Ифот. Народ же не знал, что Иоаннафан пошел. Между переходами, по которым Иоаннафан искал пробраться к отряду филистимскому, была острая скала с одной стороны и острая скала с другой. Имя одной Бацец, а имя другой Сене. Одна скала выдавалась с севера к Мехмасу, другая с юга к Гиве. И сказал Иоаннафан слуги Оруженоса своему, ступай, перейдем к отряду этих необрезанных. Может быть, Господь поможет нам, ибо для Господа нетрудно спасти через многих или немногих. И отвечал Оруженосец, делай все, что на сердце у тебя, иди. Вот я с тобой, куда тебе угодно. И сказал Иоаннафан, вот мы перейдем к этим людям и станем на виду у них. Если они так скажут нам, остановитесь, пока мы подойдем к вам, то мы остановимся на своих местах и не взойдем к ним. А если так скажут, поднимитесь к нам, то мы взойдем, ибо Господь предал их в руки наши. И это будет знаком для нас. Когда оба они стали на виду у отряда филистимского, то филистимляне сказали, вот евреи выходят из ущелья, в которых попрятались они. И закрещали люди, составлявшие отряд к Иоаннафану и Оруженосу, его говоря, взойдите к нам, и мы вам скажем нечто. Тогда Иоаннафан сказал Оруженосцу своему, следуй за мною, ибо Господь предал их в руки Израиля. И начал восходить Иоаннафан, цепляясь руками и ногами Оруженосец его за ним. И падали филистимляне перед Иоаннафаном, а Оруженосец добивал их за ним. И пало от этого первого поражения, нанесенное Иоаннафаном Оруженосцем его, около двадцати человек. На половине поля, обрабатываемое парой валов в день. И произошел ужас в стане на поле и во всем народе. Передовые отряды и опустошавшие земли пришли в трепет, и не хотели сражаться. Дрогнула вся земля, и был ужас великий от Господа. И увидели стражи Саула в геи Вениаминовой, что толпа рассеивается, бежит туда и сюда. И сказал Саул к народу, бывшему с ним, пересмотрите его, узнайте. Кто из наших вышел? И пересмотрели, вот нет Иоаннафана и Оруженосца его. И сказал Саул Ахии, принеси кивот Божий. Ибо кивот Божий в то время был с сынами израильскими. Саул еще говорил к священнику, как смятение в стане филистимском более и более распространялось и увеличивалось. Тогда сказал Саул священнику, сложи руки твои. И воскликнул Саул и весь народ, бывший с ним, и пришли к месту сражения. И вот там меч каждого обращен был против ближнего своего. Сметение было очень великое. Тогда и евреи, которые вчера и третьего дня были у филистимлян, и которые повсюду ходили с ними в стане, приставили к израильтянам, находившимся с Саулом Иоаннафаном. И все израильтяне, скрывавшиеся в горе Ефремовой, услышав, что филистимляне побежали, также пристали к своим сражениям. И спас Господь в тот день Израиля. Битва же простерлась даже до Бефавена. Всех людей было с Саулом до десяти тысяч. И битва происходила по всему городу на горе Ефремовой. Люди израильские были истомлены в тот день, а Саул весьма безрассудно. Заклял народ, сказав, проклят, кто вкусит хлеба до вечера, доколе я не отомщу врагам моим. И никто из народа не вкусил пищи. И пошел весь народ в лес, и был там на поляне мед. И вошел народ в лес, говоря, вот течет мед. Но никто не протянул руки своей ко рту своему, ибо народ боялся заклятия. И Енофан же не слышал, когда отец всего заклинал народ, и протянул конец палки, которая была в руке, его, обмакнул ее в сот медовый. И обратил рукой к кустам своим, и просветлели глаза его. И сказал ему один из народа, говоря, отец твой заклял народ, сказав, проклят, кто сегодня вкусит пищи. От этого народ истомился. И сказал Енофан, смутил отец мой землю. Смотрите, у меня просветлели глаза, когда я вкусил немного этого меда. Если упоел сегодня народ из добычи, какую нашел у врагов своих, то не больше ли было его поражения филистимлян. И поражали филистимлян в тот день до Мехмаса, до Яолона. И народ очень истомился. И кинулся народ на добычу, и брали овец, воловый, телят, и заколали на земле. И ел народ с кровью. Возвестили Саулу, говоря, вот народ грешит перед Господом, ест с кровью. И сказал Саул, вы согрешили. Приварите ко мне теперь большой камень. Потом сказал Саул, пройдите между народом и скажите ему, пусть каждый приводит ко мне своего вола, и каждый свою овцу. И заколайте здесь и ешьте. И не грешите пред Господом, не ешьте с кровью. И приводили все из народа, каждый своей рукой, и вола своего, и овцу свою ночью. И заколали там. И устроил Саул жертвенник Господу. То был первый жертвенник, поставленный им Господу. И сказал Саул, пойдем в погоню за филистимлянами ночью, и оберем их до рассвета, и не оставим у них ни одного человека. И сказали, делай все, что хорошо в глазах твоих. Священник же сказал, приступим здесь к Господу. И вопросил Саул Бога, идти ли мне в погоню за филистимлянами, предашь ли их в руки Израиля? Но он не отвечал ему в тот день. Тогда сказал Саул, пусть подойдут сюда все начальники народа и разведают и узнают, на ком грех ныне. И вожив Господь, спасший Израиля, если окажется и на Анафане, сыне моем, то и он умрет непременно. Но никто не отвечал ему из всего народа. И сказал Саул всем мазаритянам, станьте вы по одну сторону, а я и сын мой Анафан станем по другую сторону. И отвечал народ Саулу, делай, что хорошо в глазах твоих. И сказал Саул, Господи Боже Израилев, отчего ты ныне не отвечал рабу твоему? Моя ли в том вина или сына моего и Анафана? Господи Боже Израилев, дай знамение, если же она в народе твоем Израиле, дай ему освящение. И улечены были Анафан и Саул. И народ вышел правым. Тогда сказал Саул, бросьте жребия между мной и между Анафаном, сыном моим. Кого объявит Господь, тот да умрет. И сказал народ Саулу, да не будет так. Но Саул настоял. И бросили жребия между ними Анафаном, сыном его. И пал жребий на Анафана. И сказал Саулу Анафану, расскажи мне, что сделал ты? И рассказал ему Анафан. И сказал, я отведал концом палки, которая в руке моей немного меда. И вот я должен умереть. И сказал Саул, пусть то и то сделает мне Бог. И еще больше сделает. Ты, Анафан, должен сегодня умереть. Но народ сказал Саулу. И Анафану ли умереть, который доставил столь великое спасение Израилю? Да не будет этого. Жив Господь, и волос не упадет с головы его на землю. Ибо с Богом он действовал ныне. И освободил народ Анафана, и не умер он. И возвратился Саул от преследования филистимлян. Филистимляне же пошли в свое место. И утвердил Саул свое царство над Израилем. И воевал со всеми окрестными врагами своими Самаавом, с Аманитянами, и с Едовым, и с Вифором, и с царями Совой, и с филистимлянами, и везде против кого не обращался, имел успех. И устроил войско, и поразил Амарик, и освободил Израиля от руки грабителей его. Сыновья у Саула были Иоаннафан, Иесуя, и Милхисуа, а имена двух дочерей его имя старше Мирова, а имя младше Милхола. Имя же жены Сауловой Ахинаам, дочь Ахимнааца, а имя начальника войска его Авенир, сын Ниры, дяди Сауловы. Кис, отец Саулов, и Нир, отец Авениры. Были сыновья Авиила. И была упорная война против филистимлян во все время Саулова. И когда Саул видел какого-либо человека сильного и воинственного, брал его к себе. И сказал Самуил Саулу, глава 15, 1 царств, Господь послал меня помазать тебя царем над народом его, над Израилем. Теперь послушай глаза Господа. Так говорит Господь Сававов, вспомнил я о том, что сделал Амали к Израилю, как он противостал ему на пути, когда он шел из Египта. Теперь иди, порази Амалика и Иерима, и истреби все, что у него. Не бери себе ничего у них, но уничтожь и предай заклятию все, что у него. И не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от волы до овцы, от верблюда до осла. И собрал Саул народ и насчитал их в тело имя двести тысяч израильтян пеших и десять тысяч из колена Иудина. И дошел Саул до города Амаликова и сделал засаду в долине. И сказал Саул киньянам, пойдите, отделитесь, выйдите из среды Амалика, чтобы мне не погубить вас с ними, ибо вы оказали благосклонность всем израильтянам, когда они шли из Египта. И отделились киньяне из среды Амалика. И поразил Саул Амаликова от Хавилы до окрестностей Сура, что перед Египтом. И Агага царя Амаликова захватил живого, а народ весь истребил мечом, и Иерима умертвил. Но Саул и народ пощадили Агагой и лучших из овец и валов, и откормленных ягнят, и все хорошее не хотели истребить. А все вещи маловажные и худые истребили. И было слово Господа к Самуилу такое. Жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня, и слово моего не исполнил. И опечалился Самуил, и взывал Господу целую ночь. И встал Самуил рано утром, и пошел навстречу Саулу. И известили Самуила, что Саул ходил, накормил, и там поставил себе памятник. Но оттуда возвратил колесницу, и сошел в Галгал. Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему, благословен ты у Господа, я исполнил слово Господа. И сказал Самуил, а что это за блеяние овец в ушах моих и мычание волов, которые я слышу? И сказал Саул, привели их от Амалика, так как народ пощадил лучшие из овец и волов для жертвоприношения Господу Богу твоему. Проще же мы истребили. И сказал Самуил Саулу, подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью. И сказал ему Саул, говори. И сказал Самуил, не мало ли мне ты был в глазах твоих, когда сделался главой колен Израилевых, и Господь помазал тебя царем над Израилем? И послал тебя Господь в путь, сказав, иди, предай заклятию нечестивых Амаликитян, и воюй против них, доколе не уничтожишь их. Зачем же ты не послушал гласа Господа? И бросился на добычу, и сделал зло перед очами Господа. И сказал Саул Самуилу, я послушал гласа Господа и пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел Агага царя Амаликитского. А Амалико истребил. Народ же из забывшей завецы воло взял лучшие из заклятого, для жертвоприношения Господу, Богу твоему, в Галгале. И отвечал Самуил, неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание глаз у Господа? Послушание лучшей жертвы и повиновение лучшей ту, ко овну. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство и противление, то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. И сказал Саул Самуилу, согрешил я, ибо приступил повеление Господа и слово твое, но я боялся народа и послушал голоса их. Теперь же сменись меня грех мой, и воротись со мной, что я поклонился Господу Богу твоему. И отвечал Самуил Саулу, не ворощусь я с тобою, ибо ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. И обратился Самуил, чтобы уйти. Но Саул охватился за край одежды его и разодрал ее. Тогда сказал Самуил, ныне отторг Господь царство Израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя. И не скажет ни правды, ни раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему. И сказал Саул, я согрешил, но почти меня ныне перед старейшими народа моего и перед Израилем, и воротись со мной, и я поклонюсь Господу Богу твоему. И возвратился Самуил за Саулом и поклонился Саул Господу. Потом сказал Самуил, приведите ко мне Агага царя Маликитского, и подошел к нему Агага дрожащий, и сказал Агага, конечно, горе смерти миновалось. Но Самуил сказал, как меч твой, жен лишал детей, так мать твоя между женами пусть лишена будет сына. И разрубил Самуил Агага перед Господом в Голгале. И отошел Самуил в Раму, а Саул пошел в дом свой, в Гиву Саулову. И более не видался Самуил с Саулом до дня смерти своей. Но печалился Самуил о Сауле, потому что Господь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем. 1 царь, глава 16. И сказал Господь Самуилу, да коли будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем. Наполни рог твой елеем и пойди. Я пошлю тебя к Иисею и Вифлеемлянину. Ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя. И сказал Самуил, «Как я пойду? Саул услышит и убьет меня?» Господь сказал, «Возьми в руку твою телицу из стада и скажи, я пришел для жертвоприношения Господу. И пригласи Иисея и сыновей его к жертве. Я укажу тебе, что делать тебе, и ты помажешь мне того, о котором я скажу тебе». И сделал Самуил так, как сказал ему Господь. Когда пришел в Ифлеем, то старейшины города с трепетом вышли навстречу, и мы сказали, «Мирен ли приход твой?» И отвечал он, «Мирен». Для жертвоприношения Господу пришел я, «Осветитесь и идите со мной к жертвоприношению». Я осветил Иисея и сыновей его и пригласил их к жертве. И когда они пришли, он увидел Ильява, сказал верно сей пред Господом помазанник его. Но Господь сказал Самуилу, «Не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отринул его». Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. И позвал Иисей Аминадава и подвел его к Самуилу. И сказал Самуил, «И этого не избрал Господь». И подвел Иисей Саму, и сказал Самуил, «И этого не избрал Господь». Так подводил Иисей к Самуилу семерых сыновей своих. Но Самуил сказал Иисею, «Никого из этих не избрал Господь». И сказал Самуил Иисею, «Все ли дети твои здесь?» И отвечал, «Есей есть еще меньше, он пасет овец». И сказал Самуил Иисею, «Пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда». И послал Иисея и привели его. Он был белокур с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь, «Встань, помажь его, ибо это он». И взял Самуил рог селеем и помазал его среди братьев его. И почевал дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в раму. А от Саула отступил дух Господень и возмущал его злой дух от Господа. И сказали слуги Саулу, Саулову ему, «Вот, злой дух от Бога возмущает тебя. Пусть Господин наш прикажет слугам своим, которые перед тобой, поискать человека искусного в игре на гуслих. И когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя рукой своей, будет успокаивать тебя». И отвечал Саулу слугам своим, «Найдите мне человека, хорошо играющего, и приставьте его ко мне». Тогда один из слуг его сказал, «Вот, я видел у Исея вифлеемлянина сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного, и разумного в речах, и видного собою, и Господь с ним. И послал Саул вестников к Исея и сказал, «Пошли ко мне, Давида, сына твоего, который при стаде». И взял Исея осла с хлебом, и мех с вином, и одну козленка, и послал с Давидом, сыном своим, к Саулу. И пришел Давид к Саулу и служил перед ним, и очень понравился ему, и сделался его оруженосцем. И послал Саул сказать Исею, «Пусть Давид служит при мне, ибо он снискал благоволение в глазах моих». И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл. И отраднее, и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него. Первая книга царств, глава 17. «Филистимляне собрали войска свои для войны и собрались в Сахофе, что в Иудее, и расположили станом между Сахофом и Азеком, и Фесдамиме. А Саул и израильтяне собрались и расположили станом в долине Дуба, и приготовились к войне против филистимлян. И стали филистимляне на горе с одной стороны, и израильтяне на горе с другой стороны, а между ними была долина. И выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа, ростом он шести локтей и пяди. Медный шлем на голове его, и одет он был чешуйщатую броню. И вес брони его пять тысяч сиклей меди. Медные наколенники на ногах его, и медный щит за плечами его. И древко копья его, как навою ткачей, а самое копье его шестьсот сиклей железа. И перед ним шел оруженосец. И стал он, и кричал полкам израильским, говоря им, «Зачем вышли вы воевать? Не филистимлянин ли я? А вы рабы Сауловы. Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне. Если он может сразиться со мной и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам». И сказал филистимлянин, «Сегодня я посрамлю полки израильские. Дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем». И услышали Саул и все израильтяне эти слова филистимлянины и очень испугались и ужаснулись. Давид же был сын Ефрофянина из Ефреема Иудина по имени Исея, у которого было восемь сыновей. Этот человек в войне Саула достиг старости и был старший между мужами. Три старших сына Исеева пошли с Саулом на войну, и имена трех сыновей его, пошедших на войну, старший Ильяв, второй за ним Аминадава, третий Самма. Давид же был меньший, трое старших пошли с Саулом. А Давид возвратился от Саула, чтобы упасти овец отца своего в Вифлееме. И выступал филистимлянин тот утром и вечером, и выставлял себя сорок дней. И сказал Иесей Давиду сыну своему, возьми для братьев своих Ефро сушеных зерен и десять этих хлебов, и отнеси поскорее в стан к твоим братьям. А эти десять сыров отнеси тысяченачальнику, и наведайся о здоровье братьев, и узнай о нуждах их. Саул и они, и все израильтяне находились в долине Дуба и готовились к сражению с филистимлянами. И встал Давид рано утром, и поручил овец сторожу. И взял ношу, пошел, как приказал ему Иесей, и пришел к обозу, когда войско выведено было в строй, и с криком готовилось к сражению. И расположили израильтяне и филистимляне строй против строя. Давид оставил свою ношу обозному сторожу, и побежал в ряды, и придя, спросил братьев своих о здоровье. И вот, когда он разговаривал с ними, единоборец по имени Голиаф, филистимлянин из Гефа, выступает из рядов филистимских, и говорит те слова, и Давид услышал их. И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. И говорили израильтяне, видите этого выступающего человека, он выступает, чтобы поносить Израиле. Если бы кто убил его, одарил бы того царь великим богатством, и дочь свою выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным в Израиле. И сказал Давид людям, стоящим с ним, что сделает тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля, ибо этот необрезанный филистимлянин, кто, что поносит воинство бога живого? И сказал ему народ те же слова, говоря, вот что сделано будет тому человеку, который убьет его. И услышал Ильяв, старший брат Давида, что говорил он с людьми. И растерзился Ильяв на Давида и сказал, зачем ты сюда пришел? И на кого оставил немногих овец в тех пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение. И сказал Давид, что же я сделал? Не слова ли это? И отворотился от него к другому. И говорил те же слова, и отвечал ему народ по-прежнему. И услышали слова, которые говорил Давид, и пересказали Саулу, и тот призвал его. И сказал Давид Саулу, пусть никто не падает духом из-за него, а раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином. И сказал Саул Давиду, не можешь ты идти против нету филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей. И сказал Давид Саулу, а раб твой пас овец у отца своего. И когда бывало приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него. Я отнимал из пасти его, а если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его и умершлял его. И льва и медведя убивал раб твой. И с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого. Не пойти ли мне и поразить его, чтобы снять поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный? И сказал Давид, Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня от руки этого филистимлянина. И сказал Саул Давиду, иди, и да будет Господь с тобою. И одел Саул Давиду свои одежды и возложил на голову его медный шлем и надел на него броню. И опоясался Давид мечом его сверх одежды и начал ходить, ибо не привык к такому вооружению. Потом сказал Давид Саулу, я не могу ходить в этом, я не привык. И снял Давид все это с себя. И взял посох свой в руку свою, и выбрал себе пять гладких камней из ручья, и положил их в пастушескую сумку, которая была с ним. И с сумкой, и с прощой в руке своей выступил против филистимлянина. Выступил и филистимлянин, идя и приближаясь к Давиду, и оруженосец шел впереди его. И взглянул филистимлянин, и увидел Давида, и с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом. И сказал филистимлянин Давиду, что ты идешь на меня с палкой или с камнем, разве я собака? И сказал Давид, нет, но хуже собаки. И проклял филистимлянин Давида своими богами. И сказал филистимлянин Давиду, подойди ко мне, и отдам тело твоим птицам небесным и зверям полевым. А Давид отвечал филистимлянину, ты идешь против меня с мещом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа, Саваофа, Бога воинств израильских, которых ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, я убью тебя и сниму с тебя голову твою, и отдам труп твой и труп и войска филистимского птицам небесным и зверям земным. И узнает вся земля, что есть Бог в Израиле. И узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа. И он предаст вас в руки наши. Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю и навстречу филистимлянину. И опустил руку свою в сумку и взял оттуда камень и бросил из прощи. И поразил филистимлянина в лоб, так что камень возился в лоб его, и он упал лицом на землю. Так одолел Давид филистимлянина, прощая камнем, и поразил филистимлянина и убил его. Меча же не было в руках Давида. Тогда Давид подбежал и наступил на филистимлянина, взял меч его и вынул его из ножен, ударил его и отсек им голову его. Филистимлянин, увидев, что села, чьих умер, побежали. И поднялись мужи израильские и иудейские, воскликнули и гнали филистимлян до входа в долину и до ворота корона, и падали поражаемые филистимляне по дороге Шааримской и до Гефы и до корона. И возвратились сыны Израилева из погони за филистимлянами и разграбили стан их. И взял Давид голову филистимляна и отнес ее в Иерусалим, а оружие его положил в шатре своем. Когда Саул увидел Давида, выходившего против филистимлянина, то сказал Авениру, начальнику войска, Авенир, чей сын этот юноша? Авенир сказал, да живет душа твоя, царь, я не знаю. И сказал царь, так спроси, чей сын этот юноша? Когда же Давид возвращался после поражения филистимлянина, то Авенир взял его и привел к Саулу. И голова филистимлянина была в руке его. И спросил его Саул, чей ты сын, юноша? И отвечал Давид, сын раба твоего Исея из Ифлиема. Первое царство, глава 18. Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафанова прилипилась к душе его, и полюбил его Иоаннафан как свою душу. И взял его Саул в тот день и не позволил ему возвратиться в дом отца его. Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу. И снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал его Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой. И Давид действовал благоразумно везде, куда ни посылал его Саул, и сделал его Саул начальником над военными людьми. И это понравилось всему народу и слугам Сауловым. Когда они шли при возвращении Давида с победой над филистимлянами, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу-царю с пением и плясками, с торжественными темпанами и скимвалами. И восклицались женщины, говоря, Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово. И он сказал, Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему не достает только царство. И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. И был он в другой день, напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем. А Давид играл рукой своей на струнах, как и в другие дни. В руке у Саула было копье. И бросил Саул копье, подумав, пригвожу Давида к стене. Но Давид два раза уклонился от него и стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним. А от Саула отступил. Удалил его Саул от себя и поставил его у себя тысяченачальником, и он выходил и входил перед народом. И Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним. И Саул видел, что он очень благоразумен и боялся его. А весь Израиль и Иуда любили Давида, ибо он выходил и входил перед ними. И сказал Саул Давиду, вот старшая дочь моя Мирова, я дам ее тебе в жену. Только будь у меня храбрым и веди воины Господни, ибо Саул думал, пусть не моя рука будет на нем, но рука филистимлян будет на нем. Но Давид сказал Саулу, кто я и что жизнь моя и род отца моего в Израиле, чтобы мне быть зятем царя. А когда наступило время отдать Мирову дочь Саула Давиду, то она выдана была в замужество за Дриэля из Михола. Но Давида полюбила другая дочь Саула, Милхола. И когда возвестили об этом Саулу, то это было приятно ему. Саул думал, отдам ее за него, и она будет ему сеять, и рука филистимлян будет на нем. И сказал Саул Давиду, через другое ты породнишься ныне со мною. И приказал Саул словом своим, скажите Давиду тайно, вот царь благоволит к тебе, и все слуги его любят тебя, и так будь зятем царя. И передали слуги Саулова в уши Давидову все слова эти. И сказал Давид, разве легко кажется вам быть зятем царя? Я человек бедный и незначительный. И донесли Саулу слуги его, и сказали, вот что говорит Давид. И сказал Саул, так скажите Давиду, царь не хочет вена, кроме ста края обрезания филистимских, в отмщение врагам царя, ибо Саул имел в мыслях погубить Давида руками филистимлян. И пересказали слуги его Давиду эти слова, и понравилось Давиду сделать все зятем царя. Еще не прошли назначенные дни, когда Давид встал и пошел сам и люди его с ним, и убил 200 человек филистимлян, и принес Давид крае обрезания их, и представил их в полном количестве царю, чтобы сделать все зятем царя. И выдал Саул за него Мелхолу дочь свою в замужество. И увидел Саул и узнал, что Господь с Давидом, и весь Израиль любит его, и что Мелхола дочь его любила Давида. И стал Саул еще больше бояться Давида, и сделался врагом его на всю жизнь. И когда вожди филистимские вышли на войну, Давид с самого выхода их действовал благоразумнее всех слуг Сауловых, и весьма прославилось имя его. Первое царство, глава 18, 19. И говорил Саул Янафану, сыну своему, и всем слугам своим, чтобы умертвить Давида. Но Янафан, сын Саула, очень любил Давида. И известил Янафан Давида, говоря, отец мой Саул ищет умертвить тебя, и так берегись завтра, скройся и будь в потаенном месте. А я выйду и стану подле отца моего на поле, где ты будешь, и поговорю о тебе отцу моему, и что увижу, расскажу тебе. И говорил Янафан добрый о Давиде Саулу, отцу своему, и сказал ему, да не греши царь против раба своего Давида, ибо он ничем не согрешил против тебя, и дела его весьма полезны для тебя. Он подвергал опасности душу свою, чтобы поразить филистимлянина, и Господь соделал великое спасение всему Израилю. Ты видел это и радовался. Для чего же ты хочешь согрешить против невинной крови и умертвить Давида без причины? И послушал Саул голос Янафана, и поклялся Саул, жив Господь, Давид не умрет. И позвал Янафан Давида, и пересказал ему Янафан все слова сии, и привел Янафан Давида к Саулу, и он был при нем, как вчера и третьего дня. Опять началась война, и вышел Давид, и воевал с филистимлянами, и нанес им великое поражение, и они побежали от него. И злой дух от Бога напал на Саула, и он сидел в доме своем, и копье его было в руке его, а Давид играл рукой своей ногу в струнах. И хотел Саул пригвоздить Давида копьем к стене, но Давид отскочил от Саула, и копье вонзилось в стену. Давид же убежал и спасся в ту ночь. И послал Саул слуг в дом к Давиду, чтобы стеречь его и убить его до утра. И сказала Давиду Мелхола жена его, если ты не спасешь души твоей в эту ночь, то завтра будешь убит. И спустила Мелхола Давида из окна, и он пошел и убежал и спасся. Мелхола взяла статую и положила на постель, а в изголовье ее положила козью кожу и покрыла одеждою. И послал Саул слуг, чтобы взять Давида, но Мелхола сказала, он болен. И послал Саул слуг, чтобы осмотреть Давида, говоря, принесите его ко мне на постели, чтобы убить его. И пришли слуги, и вот на постели статуя, а в изголовье его козья кожа. Тогда Саул сказал Мелхоле, для чего ты так обманула меня и отпустила врага моего, чтобы убежал он. И сказала Мелхола Саула, он сказал мне, отпусти меня, иначе я убью тебя. И убежал Давид из пасса, и пришел к Самуилу в рам, и рассказал ему все, что сделал с ним Саул. И пошел он с Самуилом, и остановились они в Навафе, в раме. И донесли Саулу, говоря, вот Давид в Навафе, в раме. И послал Саулу слуг взять Давида. И когда увидели они сон пророков, пророчествующих, и Самуила, начальствующего над ними, то Дух Божий сошел на слуг Саула, и они стали пророчествовать. Нанесли об этом Саулу, и он послал других слуг, но и эти стали пророчествовать. Потом послал слуг третьих слуг в Саул, и эти стали пророчествовать. Разгневавшись, Саул сам пошел в раму, и дошел до большого источника, что в Сефе, и спросил, говоря, где Самуил и Давид? И сказали, вот, в Навафе, в раме. И пошел он туда в Наваф, в раме. И на него сошел Дух Божий, и он шел и пророчествовал, доколе не пришел в Наваф, в раме. И снял и одежды свои, и пророчествовал перед Самуилом, и весь день тот, и всю ночь ту лежал неодетый. Поэтому говорят, неужели и Саул во пророках? Первое царство, глава двадцатая. Давид убежал из Навафа в раме, и пришел и сказал Янафану, что сделал я? В чем неправда моя? Чем согрешил я пред отцом твоим? Что он ищет души моей? И сказал ему Янафан, нет, ты не умрешь. Вот отец мой не делает ни большого, ни малого дела, не открыв ушам моим. Для чего же я бы отцу моему скрывать от меня это дело? Этого не будет. Давид клялся и говорил, Отец твой хорошо знает, что я нашел благоволение в очах твоих, и потому говорит себе, пусть не знает о том Янафан, чтобы не огорчился. Но жив Господь и жива душа твоя. Один только шаг между мной и смертью. И сказал Янафан Давиду, с чего желает душа твоя, я сделаю для тебя. И сказал Давид Янафану, вот, завтра в новом месяце я должен сидеть с царем за столом. Но отпусти меня, и я скроюсь в поле до вечера третьего дня. Если отец твой спросит обо мне, ты скажи, Давид выпросился у меня сходить в свой город Тюфлием, потому что там годичное жертвоприношение всего родства его. Если на это он скажет хорошо, то мир рабу твоему. А если он разгневается, то знай, что злое дело решено у него. Ты же сделай милость рабу твоему, ибо ты принял раба твоего в завет Господень с тобой. Если есть какая вина на мне, то умертви ты меня. Зачем тебе вести меня к отцу твоему? И сказал Янафан, никак не будет этого с тобою. Ибо если я узнаю, наверное, что отца моего решено злое дело совершить над тобою, то неужели не извещу тебя об этом? И сказал Давид Янафану, кто известит меня, если отец твой ответит тебе сурово? И сказал Янафан Давиду, иди, выйдем в поле. И вышли его в поле. И сказал Янафан Давиду, жив Господь Бог Израилев, я завтра около этого времени или послезавтра выпутаю отца моего, если он благосклонен к Давиду. И я так даже не пошлю к тебе и не открою перед ушами твоими. Пусть то и то сделает Господь Сианафаном и еще больше сделает. Если же отец мой замышляет сделать тебе зло, и это открою в уши твои и отпущу тебя, и тогда иди с миром. И да будет Господь с тобой, как был с отцом моим. Но и ты, если я буду еще жив, окажи мне милость Господню. А если я умру, то не отними милости твоя от дома моего вовеки, даже и тогда, когда Господь истребит с лица земли всех врагов Давида. Так заключил Янафан завет с домом Давида. И сказал, да взыщет Господь с врагов Давида. И снова Янафан клялся Давиду своей любовью к нему, ибо любил его, как свою душу. И сказал ему Янафан, завтра новомесячие и о тебе спросят, ибо место твое будет не занято. Потому на третий день ты спустись и поспеши на то место, где скрывался ты прежде, и сядь у камня Аль-Зель. А я в ту сторону пущу три стрелы, как будто стреляя в цель. Потом пошлю отроку, говоря, пойди найди стрелы. Если я скажу отроку, вот стрелы сзади тебя, возьми их, то приди ко мне. Ибо мир тебе, и жив Господь, ничего тебе не будет. Если же так, скажу отроку, вот стрелы впереди тебя, то ты уходи, ибо отпускает тебя Господь. А тому, что мы говорили, я и ты, свидетель Господь между мной и тобой вовеки. И скрылся Давид на поле, и наступило новомесячие, и сел царь обедать. Царь сел на своем месте, пообычье, на седалище у стены. А Иоаннафан встал, и Авенир сел возле Саула. Место же Давида оставалось праздным. И не сказал Саул в тот день ничего, ибо подумал, что это случайность, что Давид не чист, не очистился. Наступил и второй день новомесяча, и место Давида оставалось праздным. Тогда сказал Саул сыну своему Иоаннафану, почему сын Иесеев не пришел к обеду ни вчера, ни сегодня. И отвечал Иоаннафан Саулу. Давид выпросился у меня в Вифлеем. Он говорил, отпусти меня, ибо у нас в городе родственное жертвоприношение. И мой брат пригласил меня. Итак, если я нашел благоволение в очах твоих, схожу я и повидаюсь со своими братьями. Поэтому он и не пришел к обеду царя. Тогда сильно разгневался Саул Иоаннафану и сказал ему, сын негодный и непокорный. Разве я не знаю, что ты подружился с сыном Иесеевым на срам себе и на срам матери твоей. Ибо во все дни, доколе жив сын Иесеев будет жить на земле, не устоишь ни ты, ни царство твое. Теперь же пошли и приведи его ко мне, ибо он обречен на смерть. И отвечал Иоаннафан Саулу отцу своему и сказал ему, за что умершлять его, что он сделал. Тогда Саул бросил копье в него, чтобы поразить его. И Иоаннафан понял, что отец его решился убить Давида. И встал Иоаннафан из-за стола в великом гневе и не обедал во второй день новом месяце, потому что скорбел о Давиде и потому что обидел его отец его. На другой день утром вышел Иоаннафан в поле, во время которое назначил Давиду, и малый отрок с ним. И сказал он отроку, Беги, ищи стрелы, которые я пускаю. Отрок побежал, а он пускал стрелы так, что они летели дальше отрока. И побежал отрок туда, куда Иоаннафан пускал стрелы. И закричал Иоаннафан вслед отроку и сказал, Смотри, стрела впереди тебя! И опять кричал Иоаннафан вслед отрока, Скорее беги, не останавливайся! И собрал отрок Иоаннафана в стрелы и пришел к своему господину. Отрок же не знал ничего, только Иоаннафан и Давид знали, в чем делу. И отдал Анафан оружие свое отроку бывшему при нем, и сказал ему, ступай, отнеси в город. Отрок пошел, а Давид поднялся с южной стороны и пал лицом своим на землю, и трижды поклонился, и целовали они друг друга, и плакали оба вместе, но Давид плакал более. И сказал Анафан Давиду, иди с миром. А в чем клялись мы оба именем Господа, говоря, Господь да будет между мной и между тобой, между семенем моим и семенем твоим, то да будет навеки. И встал Давид, и пошел. А Анафан возвратился в город.